Ваша очередь нас убивает. Решили заявить возле областного наркодиспансера несколько десятков человек. Наркозависимые требуют расширить программу заместительной терапии. Программа эта дала мне самое главное, как я еще раз говорю, спокойствие моих родственников, моих близких людей, моей семьи. Я нашел работу, нашел спокойствие, будем так говорить. Я не ищу утром наркотики. Заместительная терапия – это один из наиболее эффективных методов лечения опиоидной зависимости. Вместо инъекционного наркотика клиенты принимают метадон. Таким образом снижается риск распространения ВИЧ-инфекции. Как рассказывают участники пикета, в Харькове желающих встать на заместительную терапию – тысячи, но сейчас в программе не более 200 человек. Из-за того, что не хватает мест, многие, в своей очереди, так и не дожидаются. Мы за 10 дней собрали 60 подписей людей, которые хотят встать на заместительную терапию. Из этих 60 человек, 3 человека уже умерло. Наши месседжи – ваша очередь нас убивает. То есть дайте нам право на жизнь. Потому что я понимаю, что это мне мешает. Это очень большие деньги уходят в сторону мимо семьи. Александр Шабельник употребляет наркотики около 20 лет. В своей очереди на заместительную терапию мужчина ждет с прошлой осени. Мне сказали, что пока мест нету мест, но вы как бы первые на очереди. Но это уже идет в течение 9 месяца. Вы на первом месте и все, не более. О проблеме с нехваткой мест наркозависимые говорят не впервые. Понимание от чиновников они требовали и год назад. Уверяют, ситуация не изменилась. Но это же уже нонсенс. Если главный наш нарколог не хочет заниматься наркопотребителями. Давайте тогда, если уже так стало, люстрируем его или вообще уберем эту должность. Здесь очень элементарно – это нарушение права на медицинскую помощь. К сожалению, у нас очень часто путают оборот наркотиков и заместительную терапию. Почему-то вкладывают смысл в заместительную терапию, понимая под этим еще один дополнительный законный, разрешенный законным оборот наркотиков. Чиновники говорят, группа наркозависимых, которые могут получить доступ к программе снижение вреда ограничено. А потому встать на заместительную терапию человек с улицы не сможет. Пациенты должны быть отобраны определенным способом сдать анализы. Абсолютным противопоказанием на взятие на программу является сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелые черепно-мозговые травмы с ликварной гипертензией, заболевание почек. Препарат из лекарства строго учетного может просто перейти в разряд нелегального наркотика, если мы будем нарушать те требования, которые прописаны законом. Стоять на учете в медучреждении – обязательные условия для желающих получить доступ к программе заместительной терапии. Но не все спешат это сделать, говорят чиновники. Добавляют, расширять программу снижения вреда могут только постепенно. Почему постепенно? Препараты заместительной терапии мы получаем от Министерства охраны здоровья. В свою очередь, министерство получает эти препараты от Международного альянса в качестве гуманитарной помощи. Как вы прекрасно понимаете, гуманитарная помощь имеет свои размеры и границы. Алкоголизм, в отличие от наркомании, более распространенная и прогрессирующая зависимость. Но никаких государственных программ по ее лечению в Украине нет. В медучреждении алкозависимые могут пройти лишь программу детоксикации и снять похмельный синдром. Как практика говорит и статистика, что это менее эффективно, нежели пройдя полный курс лечения всего. Чтобы излечиться анонимно и получить более обширную помощь, чаще всего алкозависимые обращаются к частным наркологам. Кодирование и психосоциальная помощь – наиболее распространенные услуги, которые предлагают в частных клиниках. Но чтобы избавиться от алкозависимости, людям приходится потратить немалые деньги. Мы находимся вообще на самообеспечении. И как бы как такового, допустим, нам государство не выделяет финансы на то, чтобы реализовывать и более развивать эту деятельность. Мы более находимся на том, что внесли родители, оплатили. До конца года чиновники от медицины хотят расширить программу заместительной терапии до 220 человек. А вот как бороться с алкозависимостью без больших затрат, остается под вопросом. Специалисты дают универсальный совет. Первую каплю алкоголя и наркотика лучше никогда не пробовать. Марина Ступак, Борис Буцевич, Виталий Осьмачко и Павел Кубраков. Объектив неделя.